Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты и сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Представлены на выставке впервые. С подробностями шерифа Атлипшокова. Тема выставки «Олландская культура ранней средневековья». Около 200 предметов, свидетельствующих о жизни и быте древней цивилизации. Как это казалось бы, обычно кружка. Но ее форма с причудливым носиком стала прообразом современной, которую широко используют в здравнице для питья лечебной минеральной воды. А этот кусочек зеленой ткани напоминает не только о Великом шелковом пути, который проходил через нашу республику, но это еще и фрагмент знаменитой сцены охоты персидского царя Бахрама Кура. Всего в мире сохранились три такие части, и одна из них в нашем республиканском музее. Натуральные краски, изготовленные византийскими мастерами, позволяют даже спустя тысячу лет различить цвет шелковой ткани. Также на выставке представлено много изделий из бронзы, все еще представляющих загадку для ученых. Как известно, бронза состоит из сплава меди и олова, залежи которых есть в нашей республике. Музей, говоря, для получения нужного материала Алана могли использовать и мышьяк. Так на выставке посетители ожидают немало интересных экспонатов. Нам приятно показать то, что для нашей республики уникально новые демонстрируются впервые. Особо мы хотим отметить, что выставка – это для нас возможность внедрять в музейную работу современные технологии. Уже в ближайшее время здесь будет возможность использовать аудиокиды, дополненную реальность демонстрируем, как можно использовать. То есть современные технологии, они приходят в музейную жизнь Карачао-Черкесии благодаря таким проектам. Помимо таких технических нововведений, которые диктует нам современность, есть и системные важнейшие задачи. Мы сейчас прорабатываем возможность и проект создания фонда хранилища. Это главная задача для Карачао-Черкесии. Проект большой. Часть из представленных артефактов была найдена вдоль реки-урочище Байтал-Чапхан между Озергутинским и Хабейским районами. Находки лучше слов говорят о бытии и культуре Алан. Так местную черно-лощеную керамику, изготовленную особым способом, ценили далеко за пределами Алании. Заведующий сектором археологии музея Магомед Ижаев говорит и о завезенной продукции. Тогда Кубань была судоходной, и корабли с товаром шли сюда из Азова и Анапы. Многие народы как-то связаны с Аланами, и они действительно связаны. Десятки народов в Евразии, от Китая до Северной Африки, включая Европейскую часть, Западную Европу. Аланы где-то побывали какое-то время и везде оставили свой след. Как бы они не расселялись по всему материку, оставили свой след. И до сих пор остаются слова Аланы, вкорочаются балкарцы, как сама обращаются друг к другу. На выставке можно увидеть и украшения, датируемые ранним аланским периодом. Здесь и зеркала, и антарные бусы. Аланы вели торговлю с Балтикой, а также стеклянные браслеты, выполнявшие практическую функцию. Знатно аланские женщины придерживали ими широкие рукава. Но в первую очередь аланы славились как воины, поэтому на выставке представлено множество разных видов оружия. Это и короткие мечи, стремя еще не было изобретено, и такая длина оружия позволяла всаднику легко орудовать им в бою. А также сложные составные луки из кости, кожи и дерева. Аланским оружейникам это тоже было по плечу. А недавно в Архызе на Лунной Поляне были найдены железные копии тысячелетней давности. Выставка продлится до марта, но в музее планируют в скором времени открыть археологическую экспозицию уже на постоянной основе. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на русском языке. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Перенестись во времени просто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Музей Победы. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.